Музыка Мы все знаем, что более 100 лет назад образовались первые советы, они выполняют функцию организаторскую, статичные борьбы рабочих. За эти 100 лет мы все с вами, думаю, согласимся, что классовая борьба у нас осталась, рабочие также остались, но мы все должны понимать, что они изменили свою форму. То есть они уже не такие, какие 100 лет назад были. Произошло также изменение в производстве, автоматизация, количество рабочих сократилось, тоже должны понимать. И все чаще мы сталкиваемся с тем, что рабочие не активно защищают свои права на своих предприятиях, а именно идет активная защита своих прав, именно где там они проживают. Часто сталкиваемся. Вот пример сегодня только Алексей Горюк, Кирова. Вроде бы они должны свои рабочие права защищать чаще, их обманывают, кидают на деньги, недоплачивают, но они молчат. А вот рядом с ними пытаются снести сквер, но это же те же самые рабочие, по сути, по большей части, наемные работники. Они выходят, защищают. Я тоже, будучи часто общаясь с жителями, тоже с этим сталкивался. И долго изучая вопрос, пришел к такой вот интересной мысли, что по сути у нас же эти советы уже по сути есть. У нас же есть, раньше не было таких больших домов жилых, где проживало 200-300 человек. Они жили в бараках, либо в частных домиках, да? А сейчас есть большие дома, где там может до тысячи человек проживать. И в этих многоквартирных домах уже есть эти советы. Советы многоквартирных домов, ТЦЖ и старших домов. И эти люди активно идут на сотрудничество. Не всегда, конечно, но большая часть из них это, если разобрать так, это пенсионеры, те же самые наемные работники. Очень редко предприниматели, они этим редко занимаются. Еще крайне редко это представители действующей власти. Это тоже очень крайне редко. По большей части это именно эти, сколько я сталкивался. И возникает вопрос, если у нас уже есть какое-то подобие, пусть не та, которая была 100 лет назад в Советах. Да, понятное дело, что нужно привлекать рабочих, понятно, что нужно предприятия организовать. Может быть нам стоит начать с, где сейчас они проживают, на территориальной, и подтягивать предприятия вокруг этих территорий. Но вопрос стоит о том, как их организовать. Например, я пытался организовать несколько домов, но это не очень получилось. Нет у них, так сказать, мы все материсты экономической заинтересованности. Мы должны найти вот эту экономическую заинтересованность. А экономическая заинтересованность заключается часто в том, что там надо что-то отремонтировать, что-то сделать. Но чаще всего в управляющей компании. Они многие жалуются на управляющие компании. И тут задача стоит, как их заинтересовать. Потому что, по сути, самые демократически избранные у нас граждане, это старшие домов и ТСЖ. Они демократически избранные больше, чем депутаты какой-либо, чем, не знаю, там, губернатор, там, президент. Самые демократически избранные и самые, проще всего, отзываемые. Мы должны начать подумать, как их привлечь, потому что они многие говорят, что являются наемными работниками. И вот здесь я хотел бы добавить мысль свою, так сказать, нести, размышления. Как нам вот их привлекать, я пока что, к сожалению, не знаю, как бы экономически. Вот этот вопрос стоит, как привлекать. Что с ними делать, я знаю, что нужно их объединять, усиливать их роль, этих советов, хотя бы по территориальному признаку. Сегодня значение этих старших домов, там, вот, председатель ТСЖ, очень низкое. То есть они никак, по сути, не влияют на город, на край, там, и так далее. Сегодня есть некий орган, как совет, общественный совет, который фактически назначается той же избранной буржуазной думой. Естественно, этот совет соответствует этой же буржуазной думе, и он, ну, никакой, естественно. А вот эти вот непосредственно, кто на территориях избранных гражданами, которые имеют, по сути, больше полномочий и больше представительных возможностей, кто представляет, на самом деле, трудящихся в массе своей, они фактически никак не представлены. И вот здесь у нас стоит задача, несколько задач, это одна из политических задач, это пытаться как-то найти возможность повысить их статус самоуправления местного. То есть повысить значение этих, организовать эти советы, повысить значение, чтобы они при местных все больше и больше занимали возможности альтернативности власти при местных органах, администрациях, дум. Для этого задача, конечно, понятно, что как КПРФ может это через депутатский корпус, другие партии там юридически как-то помогать. Итак, стоит экономическая задача, это как их экономически привлечь, заинтересовать, как мы можем их заинтересовать, что мы можем им предложить, чтобы они захотели объединиться. Они скажут многие, а зачем мне это надо? Я вот старший своего дома, мне больше и не надо. А нужно объяснить, что ему дает это объединение, что ему не дает. Как его привлечь? Экономическая задача. Стоит здесь же и третья, одна из самых важных, это образовательная и самообразовательная задача. Это повышение грамотности этих старших домов, ну и нашу, понятно, грамотность, понимание, объяснение современных законов и задач. Вот, допустим, я вот разбирал вопрос, почему в Владивостоке происходит точечная застройка, почему так выгодно местной администрации точечная застройка, почему она постоянно возникает. Вопрос очень простой и банальный. Есть налоговый бюджетный кодекс, в котором прописано два основных налога для местных муниципалитетов. Основной налог это налог на землю и налог на имущество физических лиц. Все остальные денежные средства идут либо в край, либо в федеральный бюджетный. А уже потом, если край захочет, либо федеральный бюджетный захочет, переведет эти деньги. Естественно, в данной ситуации возникает вопрос, зачем городу дороги? Деньги же не дают, дадут, не дадут. А вот земельку можем продать и получить какой-то налог. Можно построить дом где-то за место сквера и тоже получить какие-то деньги. Здесь возникает и коррупционная составляющая, кто-то из нечистых навыков у чиновника хочет нажиться, и составляющая администрации. И это мы должны все объяснять им, понимать, повышать их самообразование. Ну и свое, естественно. Поднимая много различных вопросов. Поэтому, не знаю, кто-то со мной может согласиться, может быть, я не прав, что вот считают, что вот у нас уже есть эти маленькие зачатки советов в виде старших домов, вот этих территориальных. Кто-то считает, что нужно идти только производственным, причем только на производство. Но я считаю, что пока что, к сожалению, рабочие пассивны. Но их надо привлекать. Как только они увидят, что эти территориальные советы начинают работать, они смогут, наверное, задуматься и подумать, почему нам на предприятиях такие же не составить и привлекать их. Но вопрос, опять же, остается самое главное, как их привлекать и чем заинтересовывать.